Куда идем мы с 5 точком? Большой, большой секрет! Большой, большой секрет! Вот скажешь, что зима на дворе, да? Ни снега, ничего вообще. Да, да, да. Вот, подтяни, подтяни, придерживай, придерживай, чтобы он ушел. Вот, вот эту грань надо поймать, этот момент. Держите, поддерживай, поддерживай, чтобы он резче уходил вперед. Вот, 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 и отпускай. Ага, ага, и опять отпускай. И чуть-чуть придерживай, ага. Такую середину найдешь. Это типа ты ловишь, давай, давай, иди, иди. Не отпускай, не надо отпускать, все, ты лови давай, ты типа ловишь. Иди, иди, потихоньку, потихоньку, не торопясь. Вот этого не должно быть этих булек больших, он должен медленно, тихонечко идти. Вот, у тебя же мушки там сзади. Иди, 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 иди. Мушки сзади типа болтыхаются. Иди, иди, иди. Все, а теперь типа мушки сплавляешь вниз, иди потихоньку вниз, уходи вниз. Тихонько, 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 не торопись, тут торопиться не надо. Давай, давай, вот потихоньку спускаешься вниз. Не торопись, не торопись. Да, да, иди, иди, иди. А теперь стой. Если там поклевка, допустим, была, ты можешь остановиться и проловить это место, ты можешь вернуться назад. Сейчас метров пять, да? Если там у тебя хорек садился, да? И потом опять проловить. Можешь постоять, мушки просто, если стоишь вот так вот, ты можешь мушки макать вверх-вниз, вверх-вниз. ты можешь вообще, можно обловить в эту сторону полностью, видишь где течение ну все, теперь давай возвращай его назад, да, да, не торопись вот этих, вот этих волн не должно быть не, ты не наматывай, не надо наматывать, сбрасывай леску во-первых, бобину брось назад, да и вот, да, и потихонечку подматывай, если тебе надо, или иди дальше или подойди ко мне, опять спусти его вот этих вот бурунов не должно быть, надо все аккуратно делать вот, вот это по-тихому потому что рыба боится ну теперь вытягивай а когда вытягиваешь, уже по барабану ну типа хариус там сидит ага конечно, так ты увидишь ее ты увидишь, он же берет сверху ну выпрыгивает мушка-то сверху плавает, хотя там и блесенки маленькие есть тяжелые сейчас увидишь зацеплены тоже очень хитро не как обычно люди цепляют по ходу лески, а тут наоборот все чтобы найти эту мушку потому что если делать по ходу то вы эту мушку не найдете все должно быть наоборот понял? ну я тебе потом покажу вот наши мушки расстояние расстояние пофиг совершенно кому как нравится отпускай, Женька отпускай, я все просто, просто кому как нравится надо экспериментировать уже на воде смотри, даже блесна вон вон там блесенки у тебя такие же есть вот эти наши мушки пошли вперед ну ты же еще вертушки можно использовать что хочешь? что? удобно, то и ставь так, вот наши мушечки пошли ну слушай, перепутать то все можно ну надо смотреть может даже придется и поводки поменьше делать я не знаю просто сейчас пока так принцип мы первый раз в жизни этой хренью занимаемся поэтому все мушки я отпустил а не, еще осталось где она? ага, вот она а, еще две вот, таких же у меня тут много я вчера вязал даже не помню сколько штук 10 по-моему было ну да о, кораблик стоит нас ждет так, все дождется все, погнали ну такое расстояние до мушек такое можно еще поближе к кораблю делать, по-моему а сейчас посмотрим как это все будет работать будет ли оно клевать вообще, непонятно нет, так сейчас может и рыбы тут не быть вообще так-то летом работать будет вот, видишь, мушки уже в воде ну поехали немножко опускаю видишь, что мы не бегали по водичке ааа, ага получается не, 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 подожди слушай, мне не нравится что это что, что мушки не плавают значит надо еще еще больше делать а, так подожди надо просто идти вниз и они тогда будут на воде лежать вот видишь так и не надо видеть мушки вон лежат да и все и мы потихоньку идем поводки значит еще длиннее надо делать ну тут течение большое вообще теперь постоим ну вот это вот хариусинная тема она будет работать ну просто я не знаю сейчас тут с хариусом проблемы наверное какие-то а может кто и бахнет видишь они как работают а если сейчас хариус был это стопудово на течение и бахнул ну просто да просто весна а если бы спиннинг был я бы сейчас спиннинг нагнул бы вниз и так раком бы не стоял с этой глупой палкой вот так вот а хотя палку тоже можно ведь нагнуть ну вот типа я пошел опять наверх вот мне надо обловить это место мушки вообще шикарно работают смотри как малек короче все это все это живет рыбы пока нету но все это рабочее и надо спиннинг все я уже понял с доской не прокатит с доской тяжело вот так вот раком стоять ну вот я типа облавливаю ага это типа я пошел вниз сейчас надо знать что еще сделать попробовать якобы рыбу вытащить вот типа она клюнула и начинается геморрой я должен доску я не хочу бросать в воду хотя рыбаки многие бросают доску в воду делают зацеп здесь специально под лесочку и бросают ее в воду она утягивается вместе с этими с крючками ну вот я типа пытаюсь достать рыбу ну да теперь надо ждать когда вода уходит нет ну надо ждать когда лето начнется потому что харька здесь нету стопудово сейчас вот сейчас я попробую вытащить вот появились мушки даже вот так вот можно стоять представляешься это вот любая речка любой вот я просто стою допустим в той же вилге нашей смотри тын 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 что думаешь не клюнет я тебе говорю клюнет так вот все у меня на последнем крючке рыба я что делаю сейчас все это запутается мне кажется уже начинает надо встать в воду для начала да не не нормально все надо же понять так-то клювом вперед уйти можно сейчас мы поймем насколько это все реально вытащить и назад вернуть еще плюс ко всему ну что вытащил вроде пока ничего не запуталось вот я рыбу достал рыбу достал она килограмма три да слышишь пускай сядет хоть десять килограмм ну шеворхаться ничего страшного мы ее достанем все равно уж Женя уже в этой жизни столько нашеворхалось всего что уж голого вернее голой жопы ежа не напугаешь по-моему вот я теперь отдаю назад рыбу я типа достал и пошло все назад а? я налез вот видишь а был бы спиннинг я бы сейчас намотал бы это все дело на спин так да а теперь я вот играю мушками харьки класс да смотри вообще капец я тебе говорю нет ну нету сейчас харьуса ну здесь его нету просто он может где-то стоит по струб по стреминкам вот там где-нибудь не знаю но тут навряд ли сейчас он будет а уже когда летняя вода начнется да тогда будет нормально все ну вот я облавливаю я все облавливаю видно да мышек этих самых мушек все все и будем наматывать как надо в обратную сторону мыши мушки наша досочка сейчас я тебе покажу если намотаешь как ты всю жизнь наматывал да по ходу то ты в жизни никогда не размотаешь эти мушки что не пугай меня нет нет чего а мне показалось опа думаю ну блин рыба не надо нам рыбы все собираем снасти будем собирать крючочки значит я это основная леска идет вниз а крючок идет вверх крючок наоборот наматываем вот да эту как мотаешь а крючок в другую сторону совершенно вот тут такая штучка и опять основная идет вперед доходим до крючка а крючок идет в обратную сторону и когда мы это все потом разбираем оно легко разбирается крючок можно просто найти а так вы его никогда не найдете вот есть берем следующий опять основная вниз поводочная наверх во льду прикиньте я думаю что оно такое неприятное такое все опять основная вниз поводочная вверх когда размат лед натуральный лед мушки какой хорюс мы еще не знаем он вообще заходит не заходит когда это все появляется опять основная вниз это вверх все ну так что я намотаю до конца тогда уже корабель ну вот он реверсом не пользовались он нафиг не нужен и вообще мне кажется с реверса толку никакого вот такая конструкция вот такая вот хрень да пошли домой половили рыбы наловили можно теперь домой хрень куда идем мы с геточком большой большой секрет не расскажем мы о нем о нет и нет да о нет н